здравствуйте уважаемые зрители мы сегодня запускаем новую программу программу новостную посвящена она будет как нетрудно догадаться зарубежной недвижимости и вопросом так или иначе с нее связано у видео формате мы думали не один год но вот сейчас плод называется созрел но что до формата собственно программа у нас пока все очень условно рамочную мы попробуем выходить раз в неделю скорее всего по вторника мы планируем укладываться максимум минут в десять рассказывать хотим ее событиях последних дней и о глобальных трендах ну и будем отвечать на вопросы коли они будут поступать вообще с удовольствием выслушаем любые ваши комментарии и предложения поехали что всех интересует недвижимость она дешевеет или дорожает в начале года дан очередной ответ на этот вопрос наши коллеги из global property гайд обновили статистику по всему миру информация обратите внимание это данные за третий квартал 2022 года по 62 стран конечно средние цены это не слишком ценно для конкретной покупки но кое-что полезное для понимания ситуации можно извлечь главное недвижимость перестала дорожать совсем уж безумными темпами то есть в конце 20 весь 21 начале 22 года рост почти по всему миру был необычайно высокий с осени он уже более умеренный важное уточнение в gpg любят давать статистику учитывающую инфляцию а она как вы знаете сейчас высокая и если ее учитывать в расчетах рост цен на недвижимость получается вовсе незначительным но где его вообще нет только в 23 странах из 62 недвижимость дорожала быстрее уровня инфляции то есть если до середины прошлого года покупка недвижимости от инфляции защищала то теперь ситуация изменилась вопрос как надолго но если нам ли вам привычнее смотреть на номинальные цены скажем было 100 стало 105 так вот номинально за год недвижимость почти везде подорожала исключение 6 стран некоторые из них на слуху но не у инвесторов а ну скажем футбольных болельщиков например в аргентине в катере недвижимость подешевела но понятно это совсем не про нас давайте посмотрим на страны интересные нам практически и так турция вот она уникальна первое место во всех рейтингах с гигантским отрывом правда радоваться тут особо нечему без учета инфляции рост цен в лирах 190 процентов с учетом инфляции 57 инфляция в стране превысила 80 процентов а лира с сентября по сентябрь упала к евро и доллару тоже на 80 процентов получается в евро и долларах цены за год выросли на 70 процентов это грубый подсчет но от того не менее примечательный извините что это гружу вас цифрами просто они ну действительно впечатляющие и еще раз напомню это данные 3 квартала 22 года третьему кварталу 21 за весь прошлый год динамика еще неизвестно очевидно что она будет более скромной полагаю около 40 процентов но вообще таких диковинных цифр как в турции больше нет нигде в мире например объединенные арабские эмираты вернее сверх популярный нас дубай официально цены выросли на 9 процентов с учетом инфляции всего на 3 это не слишком согласуется с данными которые поступают от риэлторов они так как раз чаще говорят о росте на 20-30 процентов но приведенная нами статистика она средняя по рынку она учитывает весь спектр предложений и несколько слов о западной европе германия италия испания франция в этих странах цены за год номинально выросли процентов максимум на 5-6 а то и даже меньше более того середины прошлого года изменения вообще в масштабах погрешности то есть сильного роста нет значительного падения пока тоже но цены на недвижимость уже отстают от темпов инфляции следующая новость опубликован очередной индекс паспортов мира компания хенли партнер сделает его собственно этот рейтинг показывает нехитрый параметр в какое число стран обладатели тех или иных паспортов могут въезжать без виз изменения в этом рейтинге случаются крайне редко самые лучшие показатели традиционно у паспортов экономических азиатских гигантов япония южная корея сингапур затем плотной группы идут европейские страны украина на высоком тридцать шестом месте благодаря без визу с европой 144 страны могут посещать украинцы без оформления отдельного разрешения для сравнения россияне без виз могут посещать только 118 стран и что здесь хочу отметить сейчас у граждан россии не так много возможностей получения инвестиционного гражданства более всего на слуху сейчас конечно программа турции но просто потому что сама турция в центре внимания ну и пожалуй получить турецкий паспорт проще проверки все-таки не столь жесткие но я все равно если мы говорим о возможностях которые открывает второй паспорт обратил бы внимание на другую страну а именно на гренаду программа этой страны сейчас единственная карибская доступная для россиян единственная карибская открывающая безвиз не только в страны шенгена но и например китай плюс свободный въезд в великобританию плюс возможность получить американскую визу е2 до безусловно сейчас и проверки заявителей ужесточились и сроки получения гражданства приближаются году но объективно возможности которые открывает программа гренады максимальная и минимальный взнос по ней в долларах всего 150 тысяч похожие возможности открывала программа гражданство черногории но второй год подряд чудо не произошло с 1 января она закрыта для всех новых заявителей в заключении удивительная статистика из эстонии всего две цифры три с половиной тысячи евро средняя цена квадратного метра в таллине 83 евро средняя цена квадратного метра в киви или это маленький город на северо-востоке страны собственно везде в любой стране есть недвижимость дорогая и дешевая но здесь во первых впечатляет разница цены отличаются в сорок с лишним раз во вторых эстония щетки не велика по площади казалось бы таких гигантских разрывов быть не должно и в третьих цена менее чем в 100 евро за квадратный метр это впечатляет объяснение понятное дело простое тивы или и многие другие города региона и дувирума изначально промышленные а промышленности там сейчас нет население сократилось за 30 лет в два раза и выстроить нормальную жизнь здесь едва ли возможно еще пять лет назад такое жилье могло заинтересовать иностранцев например россиян покупка даже самой дешевой недвижимости облегчало получение визы сейчас никаких виз эстония россиянам не дает поэтому цены в киви или это просто любопытный факт но это также напоминание как важно инвестируя в недвижимость понимать промышленный потенциал региона была работа и нет работы а если нет работы перспективы рынка недвижимости крайне сомнительны на сегодня все подписывайтесь на наш канал на youtube еще больше новостей о недвижимости за границей на приан и в нашем телеграм-канале до встречи